Идет полномерная ликвидация проекта патрульной милиции. По сути, несмотря на то, что название остается. То, что принято недавно решение вернуть жезл для остановки автотранспорта, это как бы итог, еще один символический шаг. А до этого, например, было то, что ликвидировали комиссию по отбору сотрудников патрульной милиции, где 50 на 50 были гражданское общество и представители МВД. И мы также видели, что на этом пути сама патрульная милиция начинала закрываться. То есть мы видим, что заменяются и положительные изменения, которые были благодаря патрульной милиции, в том числе в части преодоления коррупции на дорогах, в части более сервисного отношения к людям, а в части того, что патрульная занималась тем, что предотвращала преступления, не только занималась вопросами дороги и так далее. Я боюсь, что со временем мы все эти достижения будем терять. Это прямой путь к усилению коррупции. Потому что фактически дается сигнал самому сотруднику, что надо больше и больше останавливать автотранспорта. И у него есть такая возможность. И он должен заниматься в первую очередь этим. Потому что патрульная создавалась для того, чтобы он патрулировал. То есть экипаж патрулировал территорию не только для того, чтобы выявлять нарушителей, которые за рулем, но в том числе выявлять нарушителей общественного, нарушителей общественной безопасности, общественного порядка. Реагировать на преступления, чтобы люди могли обращаться к нему за помощью. Он помогал. Экипаж. Да, и мы все это просто делаем такой шифт в сторону того, что теперь вы должны в первую очередь стоять где-то там. Можно даже прятаться, как в старые добрые времена, где-нибудь за кустом. И вот выбегать в нужный момент с палочкой. И я думаю, коррупционность составляющая при таком отношении, она будет увеличиваться только. И, конечно, будет увеличиваться недоверие людей. Недоверие людей. Я не думаю, что есть какая-то там взаимосвязь между тем, что есть право останавливать вместе с Жезлом, да, или нету. Я имею в виду взаимосвязь с количеством ДТП. По крайней мере, нам, вот наша организация, ничего об этой взаимосвязи неизвестно. По крайней мере, весь мир уже не живет с этими палочками. А мы еще пытаемся вернуться как решение корневых, очень сложных проблем, да. Вот что печально. Внутри МВД есть был БДД, вот эта структура, она, конечно, и с патрульной милицией усиливается. И с тем, что сейчас разрешительные функции лицензирования, право выдачи логических удостоверений собираются передать МВД. МВД, да, получается, я думаю, что абсолютно никаким образом это не связано с борьбой по факту, с коррупцией. То есть не то, что с коррупцией, по факту не связано с защитой дорожной безопасности, а наоборот, это все просто будут ударять по коррупционной составляющей. И мне кажется, что те завоевания, которые, ну, пускай они не были идеальными, из патрульной милиции, да, и с тем, что больше сервиса стало в плане, там, прав, да, и в плане выдачи регистрации автотранспорта, да, ну, мы просто это все растеряем. А вот есть большой такой риск, и что печально, что все это делается, все эти изменения, они делаются без анализа, или, по крайней мере, общество ничего не знает о том, что такой анализ, последствий и изменения, которые будут проводиться. Продолжение следует...